Только обладая всем перечнем полученной информации, мы становимся просвещенными пациентами, становимся партнерами врача в лечении нашего недуга. И формируем вот эту самую пациента, ориентируемую систему здравоохранения у нас в стране. Мы продолжаем цикл передач, посвященных проекту Росатома «Право на здоровье». Сегодня куратор проекта в Сарове Людмила Колотухина расскажет о праве человека на информированное добровольное согласие или отказ от медицинского вмешательства. В соответствии с основами законодательства, при обращении за медицинской помощью и ее получении, пациент имеет право получить информированное добровольное согласие, имеет право отказаться от медицинского вмешательства, имеет право получить информацию о своих правах, обязанностях, состоянии своего здоровья, а также выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья. Врач обязан предложить пациенту подписать согласие на медицинское вмешательство перед началом осмотра. Об этом сказано в части 1 статьи 20 федерального закона от 21 ноября 2011 года номер 323. При этом пациент вправе отказаться подписывать документ. Вы должны четко понимать, что отказ от получения информации о заболеваниях, о методах лечения не является отказом от предложенного в данный момент данным лечащим врачом методики лечения. Другое дело, что в процессе информированного добровольного согласия о диагнозе лечения, о альтернативных методах лечения, пациент может не согласиться с каким-то видом лечения. И сказать доктору, что у меня есть сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта, поэтому ваше лекарственное назначение я опасаюсь применять. «Назначьте мне, пожалуйста, внутримышечные инъекции или внутривенные». Согласиться или отказаться от медицинского вмешательства пациент имеет право и устно. Диалог врача и пациента – это и есть информированное добровольное согласие. То есть врач назначает лечение, озвучивает его пациенту, а пациент в ответ говорит «Да, я согласен исполнить все ваши назначения». И, конечно, в идеале мы должны стремиться к тому, что если информированное добровольное согласие осуществляется в устной форме, а оно практически индивидуально по отношению к каждому пациенту может быть озвучено только в устной форме, и врач об этом делает соответствующие записи по жалобам пациентам, по результатам его анализов. Но процедура внесения личной подписи в истории болезни или в карте амбулаторного пациента у нас еще не установлена. А в идеале мы должны делать в любой истории нашего заболевания следующую запись, что с моих слов записано верно, с методами медицинского вмешательства-лечения я согласен, с диагнозом ознакомлен, все назначения обязуюсь выполнять. Вот тогда цепочка будет полностью замкнута». Что же такое медицинское вмешательство? «Медицинское вмешательство – это любое обследование, иное действие, имеющее профилактическую, реабилитационную, диагностическую, лечебную или исследовательскую направленность, выполняемые врачом, иным медицинским работником в отношении конкретного пациента». Какая цель у информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство? «Врач должен проинформировать пациента о методах лечения, связанных с этим видом лечения, риски, возможных альтернативных вариантах медицинского вмешательства, терапевтическое лечение или хирургическое, результаты лечения и последствия, включая отдаленные. Врач должен в доступной форме пациенту рассказать, что может произойти с его здоровьем в процессе, в результате и в последствиях данного лечения. И второй блок, большой, он тоже должен донести до пациентов информацию о медицинском лечении и рассказать пациенту все, что может с ним произойти, опять-таки, в процессе, в результате и в последствии данного лечения. То есть любое наше взаимодействие с медицинским учреждением должно быть осознанным, принятым, добровольным. И только когда это происходит, мы в полной мере выполняем и свои обязанности как пациента». «Кто несет ответственность за обеспечение информированного добровольного согласия?» «Всегда несет врач, это его функционал. А также необходимо сказать, что ответственность за последствия медицинского вмешательства в виде причиненного вреда жизни и здоровью пациента всегда несет врач и никогда пациент, несмотря на то, дал он согласие устное или письменное на медицинское вмешательство или нет». «Какие принципы информированного добровольного согласия?» «Это добровольность, компетентность и осознанность. Что такое добровольность?» То есть принятие решения без давления со стороны врача, родственников, либо каких-либо других лиц. То есть «хочу – знаю», «хочу – не знаю». «Компетентность», то есть принятие решения в условиях действительно имеющихся у пациентов знаний о предстоящем медицинском вмешательстве, то есть в условиях его информированности, осознанности, то есть наличие ясного сознания на момент применения вот этого медицинского вмешательства. То есть пациент понимает, что «да, сегодня я делаю прививку, против COVID-19». Последствия этой прививки могут быть такие-то, такие-то. О заболеваниях, методах и сроках лечения доктор может рассказывать много. Беседа может затянуться, а пациент запутаться в медицинских терминах. Что именно врач должен донести до пациента и в каком объеме? «Учитывать всегда будет только сам врач, объем той информации, которую, во-первых, воспримет пациент, поймет, и информация будет полезной для него. Опять-таки, если врач будет информировать пациента о каком-то сложном заболевании, в любой момент пациент может сказать «стоп, я не хотел бы знать всех тонкостей моего заболевания и лечения». То есть пациент имеет право отказаться от своего права на добровольное информированное согласие о медицинском лечении. Итак, добровольно, то есть без давления со стороны врача, пациент на основании имеющихся у него знаний о предстоящем медицинском вмешательстве имеет право дать информированное добровольное согласие или отказ от конкретного медицинского вмешательства. Если в процессе обследования пациент не получил сведений, необходимых для принятия решения, то он может написать заявление на имя главного врача и потребовать предоставления необходимой информации. Субтитры создавал DimaTorzok